Христос в воскресе! В эфирах, которые обычно вечерами проходят, продолжают люди задавать вопросы. Батюшка, для чего мы освящаем куличи, пасху, яйца? Вот в этом видео коротеньком попробуем на этот вопрос коротенько ответить. Начнем, наверное, с кулича. Кулич, он символизирует собой артас. То есть, артас это такой хлеб, который освящается на светлой неделе. И в светлую субботу раздается всем верующим. То есть, вот есть у нас несколько освященных хлебов. Это просфора, всем более-менее известно, что такое. Это антидор, это остатки просфоры, из которой вынут агнец. То есть, тот хлеб, который в дальнейшем будет участвовать в Евхаристии. И самый высший хлеб из хлебов – это артас. Но он, конечно, не высший евхаристии, потому что в причастии мы причащаемся не хлебом, мы причащаемся телом Христовым. Но из хлебов самый высший – это артас. То есть, например, люди, которые были отлучены от причастия во утешение, вкушали артас. А если человек заболеет, вкушает артас. То есть, вот как есть свода святая, обычная, есть крещенская, так и есть просфора, есть артас. И вот как раз кулич, он собой этот артас и символизирует. Потом есть пасха творожная. Иногда кулич по ошибке называют пасхой. Ну, наверное, не все и не часто, но я такое встречал иногда. Вот путают. Вот говорят, пасха, а на самом деле кулич. А пасха – это творожная такая вот усеченная пирамида. Ну, наверное, видели все. Творог с изюмом, с другими разными вкусностями. Вот, тоже такое пасхальное блюдо. Вот, оно символизирует собой гроб Христов. Да, вот тот гроб, в котором был погребен Христос, который ученики обрели пустым. Где женщины пришли ко гробу с утра помазать Господа ароматами, потому что не успели подготовить тело к погребению, как следует, по всем традициям. Но увидели гроб пустой, увидели ангела, который сказал, чего вы его ищете, его нет здесь. Он воскрес из мертвых, как и говорил. Вот, и как раз вот творожная пасха, она символизирует собой вот тот гроб, в котором был погребен Христос. То есть, Господь же победил смерть, поэтому православные они смерти обычно не боятся. И поэтому вот такая вот символика, которая бы людей светских, возможно, напугала, потому что часто встречаются светские люди, они вообще тему смерти стараются избегать как-то, ну, потому что им страшно. А православным не страшно. Поэтому вот у нас, как бы, вот даже в блюдах присутствует, как бы, что вот съели пещеру, в которой погребен Христос. Вот, ну, то есть, мы не боимся этих символов, потому что Господь победил смерть. Ну, а почему освящаем яйца? Этот вопрос, наверное, более часто обсуждался, поэтому многим, наверное, известен. То есть, это мы вспоминаем церковное предание о том, как Мария Магдалина пришла к императору Тиберию и принесла ему в подарок яйцо. Ну, потому что апостолы жили небогато, и что-то подарить серьезное императору, ну, не представлялась возможность. А яйцо куриное – это очень символический подарок. Символ рождающейся жизни. Оно округлое, это символ вечности. То есть, очень много символизма в этом подарке. И рассказал ему о воскрешенном спасителе. На что он ответил, ну, в это нереально поверить. Как я в это поверю? Я скорее поверю, что вот это яйцо в твоей руке красным станет. И оно стало красным. И вот воспоминания этого христиане красят яйца на Пасху. Вот, обычно это делалось то, что варили в луковой шелухе. Вот, но сейчас появились разные красители пищевые. Поэтому красят в разные цвета. Хотя, ну, логично все-таки в красный. Да, потому что это вот именно воспоминания того события. Вот так кратенько о тех приношениях, которые мы освящаем на Пасху. Вообще, собственно, важно, конечно, помнить, что Пасха, она не в куличах, не в яйцах, не в Пасхе творожной. А она в воскрешен спасителе. А вот эти вот приношения, которые мы освящаем, и потом с благодарением Богу едим, это такие приятные бонусы, чтобы можно было после поста порадоваться не только духовно и душевно, но еще и телесно. Вот. Так что, Христос воскрес! Субтитры создавал DimaTorzok